С Маскалыш – один из важнейших этапов подготовки к марафону. Здесь важно учесть условия, в которых пролегает гоночная трасса. В Огоньках, где марафоны БАМ проводятся вот уже 40 лет, основная часть трассы в 18 километров проходит через лес. В этом году ранняя весна преподнесла гонщикам немало сюрпризов. Всегда при проведении этого марафона есть определенные проблемы, потому что он проводится не на стадионы, он проводится в реальной тайге, где нет нормальных условий, где есть только направление, дороги, какие-то просеки, которые наши предки или наши современники рубили, готовили для того, чтобы люди могли прокатиться вот здесь на лыжах. Поэтому да, выходит из берегов ручьи, наледи появляются, либо солнце светит очень ярко, и там, где снега особо мало, приходилось его подсыпать. В этом году организаторы решили сократить количество дистанции, и оставили самые марафонские на 36 и 50 километров. Покорить альпинистскую трассу приехал француз с русскими корнями Борис Петров. За его плечами популярны лыжные старты в Канаде и Швейцарии. Мы катаемся на руселопет, все руселопет-гонки. Я уже руселопет-мастер. И мы уже были в Иркутске, на Байкале, и бегали на озере в апреле, три года тому назад, и хотели знать БАМ. В марафонах БАМ от горчанин Илья Зуев – новичок, но опыт лыжных гонок у него большой. Однако здесь, в Огоньках, без умения наставников справиться с трассой было бы сложнее. Несмотря на трудности, 17-летнему лыжнику из Ангарска удалось покорить трассу в 36 километров. Вместе с ним на пьедестал почета поднялся еще один житель Ангарска Ролан Попов. У него второе место. Среди женщин на этой дистанции победу также одержала ангарчанка Елизавета Козыревская. А вот трасса в 50 километров покорилась спортсменам из Уссули-Сибирского и Новосибирска. Ирина Жавлюк, Дмитрий Новопашин, Местное время.